Сейчас мы с вами будем учиться технике преодоления трудностей судьбы. Эта техника, она не мной придумана, она очень древняя. И у вас сейчас есть уникальная возможность потренироваться. Запомните, судьба человека живет в памяти. Наша жизнь находится в памяти. Память человека всегда прикована к себе. Когда человек страдает, он не может себя забыть. Стресс означает очень сильное прикованное к себе, настолько сильное, что человек даже спать не может. Он постоянно думает о своей жизни. Это значит, что он сам себя уничтожает. В древних писаниях говорится, как разорвать этот круг. Есть два способа. Первый способ. Человек помнит не о себе, а о Боге. Это значит, он помнит о святом месте, о святом человеке, о священном писании, как мусульмане помнят. О священном писании. И если он способен так сильно помнить, что он забывает про себя, в этот момент его плохая судьба начинает сгорать и уничтожаться. Запомнили? Но из вас вряд ли кто сможет так сделать. Поэтому существует другой метод. Память живет не только в памяти, а также в слушании. Когда человек что-то слушает, память о себе уменьшается, и память о том, что он слышит, увеличивается. Если человек слушает молитву и очень сильно хочет повторять молитву или повторять что-то другое в этом настроении этой молитвы, то в тот момент, когда он погружается в эту молитву, он начинает сжигать свою судьбу. Мы сейчас этим будем заниматься. Так как у нас у всех разная вера здесь, поэтому мы будем слушать, мы будем повторять, я желаю всем счастья. Если не молитву, это тоже как молитва, это настрой на отвлечение от себя, это бескорыстие, настроение на бескорыстие. Я желаю всем счастья. Хорошая, сильная штука. Но дома вы будете молитву повторять, своей верой. Или если нет веры, будете повторять тоже, я желаю всем счастья, тренироваться. Сейчас вы не возражаете, если мы здесь будем слушать Азан, мусульманскую молитву, потому что здесь мусульманская культура. Кто возражает? Никто не возражает. Замечательно. Неважно, какая у вас вера, мы не можем сразу все молитвы слушать подряд. Мы слушаем ту молитву, которая связана с вашей культурой. Потому что когда человек принимает культуру, в которой он живет, он становится успешным. Не веру, а культуру. Вот девушка сейчас спрашивала, она не разделяет веру и культуру, поэтому у ней засада появилась внутри. Когда вы идете и просто с мужем совершаете ритуал, это культура, вера находится в сердце. Итак, мы слушаем сейчас Азан, призыв к молитве. И при этом повторяем, я желаю всем счастья. Если хотите, можете мысленно кланяться святыне в своей вере. Что мы будем делать? Мы сейчас со всем сил будем слушать, как они поют, и в их настроении повторять, я желаю всем счастья. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот смотрите, внимательно следите за силой моего голоса сейчас. Я сейчас от всего сердца вам буду желать счастья, просто думая о том, что у меня внутри. Смотрите. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Теперь второй вариант. Услышали силу моего голоса? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok